Всем привет, добро пожаловать на мой канал, с вами снова Катя, сегодня мы в таком отдалении с вами, будем снимать мой ежедневный макияж поэтапно, что значит ежедневный макияж, я правда в пижаме как бы, ну а как вы хотели, если это ежедневный макияж, что значит для меня ежедневный макияж, это конечно я не каждый день делаю такой макияж, потому что на данный момент я так скажем в полудекрете, полудекрет, потому что в любом случае работа блогером занимает какое-то время, и когда я просто куда-то выезжаю, зачастую я естественно наношу макияж, но если три года назад это был такой знаете боевой раскрас, с плотными тональными основами, с базами под макияж и со всем остальным, то сейчас этот набор продуктов лично для меня сократился до минимума, я прекрасно понимаю, что даже то, что я вам покажу, кому-то может показаться излишним, и что многие так не делают, но так как я уже приноровилась и относительно того, как я раньше красилась, да, с таким достаточно плотным слоем мейкапа, и относительно того, как я сейчас, кражить для меня это прям знаете минимум для того, чтобы выглядеть супер прилично, понятное дело, что если я совсем опаздываю, я могу накрасить только тушью или там просто замазки под глазами и побежать, но мы с вами покажем, что у нас есть такой максимально полный минимальный вариант, если так можно вообще выразиться. Для начала, конечно же, я буду убирать волосы, вообще, честно говоря, с вами очень давно не снимали макияж, что и понятно, потому что народ их плохо смотрит, но я так поняла, что по последним ко мне запросам все просили именно показать почему-то ежедневный макияж. Мои залысины после родовые, конечно, просто огнищем, но сейчас нам не до этого, сейчас мы не об этом, я абсолютно всегда перед тем, как наше макияж, я убираю волосы с лица, потому что я терпеть не могу, когда на лице что-то находится. У меня будет сейчас минимальный набор всяких, там, прибуд, типа, там, макияжа для кисти, кисти для макияжа, там, аксессуаров для нанесения и всего остального, самое главное, что мне зачастую обычно нужно, это вот обычный, как бы, вот, влажный спонжик. Влажным спонжиком я абсолютно всегда разношу свою тональную основу, у меня это CC-крем от Herborean, просто его обожаю, люблю, не могу, трамвай куплю, много раз о нем уже рассказывала, рассказывала в своих фаворитах недавно. Надеюсь, что вы уже успели, кстати, посмотреть это видео, потому что оно реально вышло годное, и серьезно, там абсолютно все мои фавориты, которыми я постоянно пользуюсь. Очень забавный, раскрасный, ну, почему-то такими, кто-то наносит точечками, я всегда наношу именно таким вот способом, потому что мне кажется, что таким образом тональная основа ложится лучше. У меня, получается, это CC-крем, опять же, вроде бы Herborean марка корейская, насколько я помню, но у них это все адаптировано под европейскую кожу. Тут нужно понимать, если вы берете, допустим, BB-крем или CC-крем, не знаю, просто, по-моему, есть CC-крем от Миши, к примеру, то у Миша эти тональные основы потом нужно смывать только гидрофильным маслом, либо мицеллярной водой, потому что ничего больше их не берет, так как зачастую в этих тональных основах используется SPF 50. Так как мы с вами живем не в Азии, да, а в европейской части материка и зачастую все-таки в широтах таких вот более лояльных и менее приближенных к экватору, то, к чему я это все веду, то нам не нужен настолько сильный SPF на самом деле. Я не знаю, что за повальная тенденция пошла к тому, что солнце это очень плохо, но наши все бабушки и дедушки вообще не знали о том, что такое SPF. Всю жизнь как бы на грядках стояли кверху попы и все было нормально. Что-то я прям о, знаете, каком-то повальным тенденциям к меланомам у людей 60 плюс и там 70 плюс, да, как-то не заметила. Все началось тогда в основном, когда народ как раз-таки стал пользоваться усиленно сильным SPF. Ну, не будем сейчас об этом, это, знаете, из разряда то ли конспирологии, то ли чего, но последнее из того, что я слышала по исследованиям, что SPF 50 скорее негативно влияет на кожу, чем позитивно, вот. Не нужно просто жариться на солнце, нужно просто сидеть в тени, все, все. Вот так. Как видите, тон лица уже пришел в норму. Далее, что мы делаем, я буду сначала наносить тени на брови, потому, тени на брови, у меня просто палетка такая для бровей от Benefit. Почему сейчас? Потому что бывает так, что тени какие-то могут осыпаться и это все будет не суперкомфортно, поэтому лучше сразу просто брови оформить и все. Благо у меня татуаж, поэтому у меня задача упрощается в миллионы раз. Тоже очень часто слышу о том, что большинство визажистов против татуажа и все остальное. Ну, честно говоря, я в целом визажистов понимаю, потому что им с татуированными бровями тяжелее работать, потому что тяжелее сделать форму, которая на их взгляд больше подходит вам, вот. Но, опять же, я понимаю, что как обывателю я всегда за нормальные техники. Я не говорю вам про татуху на лице, которая в итоге превращается в синеву, но моему татуажу сколько? Два или три года. Все просто в идеале. Честно говоря, я думала в этом году уже идти перебивать его, потому что это, по-моему, теневые какие-то техники. Они, соответственно, со временем вымываются. Ну, что-то я как-то не заметила, чтобы что-то прям, вы знаете, вымылось. И мне кажется, что брови до сих пор в целом в хорошем состоянии. Нету смысла как-то прям бежать и снова их набивать. Так, с бровями мы закончили. Как вы понимаете, это супер-быстрый вариант. Далее я буду наносить тени. Тоже такое происходит далеко не всегда, но я наношу обычно либо тени, либо подводку, либо просто тушь. Сейчас у меня настроение нанести просто тени, потому что хочется. Тени сегодня буду использовать от Urban Decay. Они просто великолепны на мой взгляд смотрятся на веки. И параллельно буду использовать палетку от Bobby Brown. Это палетка, которая... Нектар и нюд. У меня она, знаете, наверное, уже лет пять. И, честно говоря, ей хоть бы хны, серьезно. Это просто идеальная палетка. Я ей пользуюсь не так часто. Единственное, что я очень люблю... Здесь вот этот вот оттенок, который такой переливчатый, персиковый. Но он, кстати, тяжелее всего наносится. Как вы понимаете, у меня никакой человек, у которого... Это был ежедневный макияж. У меня есть специальная косметичка под ежедневным макияж, чтобы не искать продукты по всему дому. Наношу в целом один оттенок на все век практически. Дальше просто буду уже блестючими тенями от Urban Decay расставлять немножечко акценты. Помню, было время, когда я училась в университете. Вы представляете, я каждый день красила стрелки, каждый день наносила тени, тональную основу. Да, вот сейчас вот я, честно говоря, смотря назад, думаю, господи, откуда брались вот эти вот силы. Потому что сейчас таких сил нет и желаний, что самое интересное тоже. Вот. Но тогда все было очень даже... Все очень даже нравилось. Я так понимаю, что очень многих так, кто очень много красился в университетское, в школьное время, потом зачастую красятся в разы и в разы меньше. Потому что, ну, как бы потратила на это уже эндое количество времени, уже больше в целом. Мне не особо хочется. Так, основной оттенок мы нанесли. Это нам порядка потребуется дальше, потому что я ее еще использую зачастую в качестве хайлайтера, так как она реально огонь. И сейчас наношу просто вот этот вот оттенок на основное подвижное веко. Наношу пальцем, даже, честно говоря, никогда не использую для этого кисточки, потому что, по моим наблюдениям, блестящие оттенки лучше всего наносятся всегда пальцем, потому что с кисточки зачастую блестки отсыпаются вниз. Вам это потом все убирать, это сложнее, поэтому зачем. Далее нанесу тушь. У меня это тушь от Lancome, тоже показываю ее в своих фаворитах. Мне она тоже очень-очень нравится. Единственное, что у меня такое достаточно странное строение самого по себе века, и у меня большинство туши отпечатываются на верхнем веке, да, потому что, ну, просто если хорошо прокрашивать теснички, то, к сожалению, я в этом получаю, знаете, такую полосу темную. Но вот с этой тушью я как-то более-менее приноровилась, и выглядит даже все прилично. У меня есть еще одна любимая тушь от Clorance, но она у меня сейчас уже закончилась почти что. Вот уже второй тюбик я доиспользовала. Я, кстати, замечала, что очень многие девушки красят ресницы по-разному. Я всегда именно промаргиваю как бы через щеточку ресницы для того, чтобы реснички полностью прокрасились, потому что вот такой просто способ, да, как вот показывают всегда в рекламных роликах, на мне вообще не работает, чтобы вы понимали, от слова совсем. У меня сразу ресницы получаются прямые, слабо прокрашенные, знаете, такие палочки, грустно торчащие из глаза. Я такой прям вот совсем не люблю, я люблю, знаете, такие вот распахнутые взгляды, но для этого приходится промаргивать, и зачастую, к сожалению, все это отпечатывается, поэтому приходится быстренько, если что, дорабатывать макияж, да, то есть убирать остатки излишки туши отпечатавшиеся и уже это. Но сегодня нам повезло. Нижнее веко зачастую я никак не оформляю, оставляю его открытым для того, чтобы взгляд был более распахнутый. И сейчас будем просто наносить консилер. Консилер у меня Maybelline Eraser, очень хороший, серьезно, я его просто обожаю. Не знаю, как я бы без него жила, потому что это единственное, что на данный момент вообще не сушит мою кожу и область под глазами, и что действительно хорошо подходит под оттенок моей кожи. У меня это оттенок... А, 03 Fair. И я его точно так же растушевываю обычным влажным спонжем, которым я, в принципе, растушевывала и тональную основу. Как вы понимаете, если вот не записывать макияж на камеру, то он выходит еще там в полтора-два раза быстрее, просто потому что вам не нужно в этот момент сидеть, да, что-то искать, думать о том, в кадре ты, ну, в фокусе ты не в фокусе, в кадре. Вот, поэтому у меня в целом макияж занимает там минут типа 8, наверное. Вот, я уже как-то так прям приноровилась, и все хорошо. Далее использую скульптор от... Не скульптор, но вот такую, в общем, штуку от Armani. Прекрасная вещь. Обожаю просто... Ну, по факту, этот скульптор просто... Я не могу назвать его скульптором, так как я привыкла, что скульпторы, знаете, прям такие на очень жирные такие текстуры, и прям супер-тяжелые в использовании. И эта вещь, как видите, вот. Два взмаха... Два притопа, три прихлопа, и все готово. Вот, мы выделили наши скулы. Можно в целом даже потом румяна не наносить, но я люблю потом наносить румяна, мне комфортно с ними. Просто камера почему смотрится ярче в жизни? Я такое редко встречаю. Обычно камера убирает цвет, а сейчас сегодня как-то все наоборот. Вот, но, видите, сразу оп, и личико такое приятное получилось. Для румян я использую румян от Bourjois. Это на самом деле это Glow Primer, то есть по-хорошему наносить перед макияжем, но я не знаю, какой человек делает это перед макияжем, а они реально розовые. Я их использую, как видите, в качестве просто жидких румяна, точно так же и вбиваю спонжем, как и скульптор. Получается такой очень легенький, очень красивый, сияющий румянец. Ну, то есть, ну как вот это можно нанести в качестве базы? Для меня это до сих пор загадка, или даже в качестве хайлайтера, но все равно будет все розовое. С этим мы закончили, и самый последний штрих лично у меня это хайлайтер. Я его не всегда использую, так как мы сейчас снимаем видео, в целом это можно сделать. Беру кирточку, беру вот эти вот красивущие тени, которые очень тяжело наносить, они великолепно оказываются, шлифовываются, и получается очень красивое сияние, очень естественное, которое видно за километр, но при этом никто не скажет, что у вас хайлайтер. Всем кажется, что вы прям знаете, супер этот glow skin просто, здоровая, красивая кожа. Но опять же, зачастую в обычной жизни я это не делаю, но так как мы уже снимаем видео, почему бы и нет. Вот и все. Я побежала дальше снимать следующее видео. Я надеюсь, что вам понравилось, я надеюсь, что вот сколько мне просто интересно, даже сколько у нас макияж вышел по времени. 14 минут, при том, что я записываю видео. На самом деле, его я делаю минут за 8, за 7, поэтому я надеюсь, что вам понравилось, я надеюсь, что вы за такие ролики. Вот, если вы соскучились по ежедневным, обычным таким вот простым легким макияжем, дайте мне знать в комментариях, либо с вами пальчиком вверх. Спасибо большое за просмотр, я вас всех очень сильно люблю, все целую и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok